Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планетного спорта! Обратите свое пристальное внимание на какие у нас веселые идут африканские полеты. Дай-ка я ручку возьму. Мы сейчас набираем в дожде, вот тут идет дождь. Мы спокойно набираем. Сегодня нелетный день, хотя мы уже прошли 480 километров. Мы совершенно волшебно полетали, взлетали и в Калакаре, и вообще на районе и прочее. Ну вот наш друг Герд говорил, что летать невозможно, потому что район будет блокирован дождями. А мы, видите, аккуратненько между них летаем, потому что аэродром уже, скажем так, дождь на аэродроме прошел, аэродром уже свободен, поэтому мы немножечко ушли в сторону и, видите, здесь балдеем под тучками. Под тучками идет дождь, но уйма энергии. Вот смотрите, какая туча, прямо какая страшная. И посмотрим, сколько тут скороподъем здесь. Ссылочки ливень. Справа ливень. Мы внимательно слушаем радиостанцию. У нас, наверное, горизонт работает. Радиостанцию слушаем, потому что если облако пересыщено электроэнергией и готово сжатнуть молнию, то обычно рация перед этим шипит. Ну так. Вроде как не пересыщено. Ну и, собственно, мы наблюдали, молнией, в общем-то, не пахнет. Вот. Но влаги много. Тут три дня такие адские дожди шли. Вообще, жутки-прежутки дожди. И даже, ну, не думал я, что нормально полетать сейчас станет. Несмотря на это, вчерашний день был совершенно замечательным. Во-первых, он был техническим. То есть мы летали на очень долго выбирались. Летали на очень маленьких высотах, на очень маленьких скоростях. Там экономили энергию. Вот реально полет того стоил. И сегодня, в общем-то, тоже такая игра с вот этими вот зонами осадков. Выбор лучей куда сходить. Вот мы сходили на три луча. Берседес такой на экране нарисовали. И совершенно изумительно там колокали. Потом, ну, через еще два места. Вот. Ну, и сейчас вот идем, пока у нас аэродром очистится от осадков. Где-то там висят Космо. И там распаливает на аэродром. Ну, я уже вроде как вижу, что прошла вода через аэродром. Ну, мы так дурака валяем. Видите, облака розовая. Все красиво. Дождь идет. Ланер летит. На вариметр и плюс. Несмотря на то, что дождь идет. Все. Пылью так помоется. Да, Миша? Да. Что ты скажешь, глубоко уважаемый любитель комплайнерного спорта? Ну, не знаю, что им сказать. Бежать к Сахару. Сахару. Кавахару. 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 Мы полностью рассчитываем на свои силы, без двигателя, чтобы брать энергию природы. Ну, и, знаете как, самое главное во время спутсии тоже. Ну, сейчас все вроде как под контролем. Сейчас мы набираем тромочку. Хотя чуть-чуть энергии хочу еще взять. Вот такой вот чудо выдал мой плейлист. Идовить пора вам, ребята. Бай-бай. Все, кромка, выше не могу. Могу, конечно, войти и начинать лететь по горизонту, но, честно говоря, в таком большом волоке не хочу. Можно и заблудиться, и заиграться. Пока просто пройдем вперед. Ну, вот мой план. Крыло показывает направо. Я сейчас выйду в бок, а пойду грозу и зайду на аэродром. И на этом, наверное, мы свой лед сегодняшний день закончим. Всего вам доброго. Благодарим, уважаемые жители, так сказать, плайнерного спорта. Вот здесь как бы можем войти в облако. И какое-то время идти по горизонту в дожде. Смотрите. Бай-бай. Я недолго, на самом деле. Так, все, пора. Пора валить. Оп, видите, опять земля появилась. Ох, все, пора домой. Бай-бай. Слушай, да, хорошо уже. Главное наградить и нарваться. Оп.